Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа Учуфильджан Хаве. Три чашечки кофе. И сегодня я представлю вам нашего гостя. Это депутат Государственного совета Республики Крым, председатель общественной организации региональной, национальной и культурной автономии греков Республики Крым Таврида Иван Арестович Шонус. Мы приветствуем вас, Иван Арестович. Добрый вечер. Вот за это время прошло, за эту неделю прошло очень много событий, как внутри Крыма, так и во всей нашей России. Но все внимание было, скажем так, приковано к другой стороне планеты, к Америке. Там проходили выборы и, наконец-то, после таких бурных выборов со стрельбой и прочими атрибутами предвыборной кампании, победителем вышел Трамп. Вот как вы и как госсовет наш оценивает вот такую победу? Ну, госсовет, и мы, наверное, выражаем эту победу мнением всех людей, крымчан, россиян, и на протяжении предвыборной гонки, и Хиллари Клинтон, и Дональда Трампа. Мы слышали заявления каждого, слышали оценки каждого кандидата, и было высказано, что все-таки Дональд Трамп более лояльно, более пророссийски настроен в сторону России, и смотрит на многие вещи именно так, как бы хотелось российскому народу. Трезво, да. И об этом говорили различные исследования, мы знаем, и фразеологию, именно статистика показала, что как и кто себя вел, кто больше говорил я, кто больше говорил вы, это говорило о лучших качествах Трампа, нежели о качествах Хиллари Клинта. Ну и, соответственно, мы видели, как Клинтон на своем посту ранее, работая и госсекретарем президента Соединенных Штатов Америки, как она радовалась тому, как людей убивают, в частности, когда был убит президент Ливии, Каддафи, она не скрывала своей радости, и на это есть телевизионные кадры, и не однажды. Поэтому это говорит не о совсем адекватном человеке, опять же, не хочу комментировать о ее других качествах и состояниях физических, поэтому, скажем так, внешне, вот эта наигранная улыбка, за ней скрывается именно какой-то явный негатив в отношении к людям, в отношении вообще, и судя по тому, как они расходовали деньги, судя по тому, как они распродавали государство имущество, мы тоже эти факты знаем. В частности, как России удалось, конечно, купить запасы ядерного топлива, именно урана, и такие вот вещи, которые, скажем, конечно же, для России это большой плюс, но понимая, что она делала это в ущерб своей стране, мы видим, что это тот человек, который ни для своей страны не старается, ни для мирового сообщества. Так, теперь, вот как может повлиять господин уже Трамп, президент Америки, на санкции, которые были введены конкретно против Российской Федерации и Крыма? Негативно или позитивно? Ну, я хочу сказать, что когда мы увидели, что был избран Дональд Трамп, его поздравляли президенты различных стран, я внимательно слушал поздравления президента нашей Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина, который выразил уверенность о том, что отношения между Соединенными Штатами и Россией и в интересах мирового сообщества будут выстраиваться в конструктивном диалоге на основе равноправия, взаимного понимания и, конечно же, соблюдения тех принципов, которые интересуют друг друга. Соответственно, раз наш президент выражает такую уверенность, а я верю нашему президенту, я думаю, что у нас будут налажены контакты, может быть, не надо этого ждать очень скоро и быстро, потому что президент в Соединенных Штатах не решает все, есть там Конгресс, есть сенаторы, которые тоже проявляют свое желание, свои интересы, но единственное, что мы понимаем, что он республиканец, у него козырная карта, то, что и в Конгрессе, и в Верховный суд, и в правительстве собираются все республиканцы, как он этим правильно воспользуется, надеемся, что воспользуется именно в интересах, как он и заявлял на определенной кампании, в интересах своего народа, для того, чтобы не вмешиваться в другие конфликты, а решать проблемы именно американцев. Американцы ему поверили, доверили, потому что им надоело, видимо, жить так, что богатые богатеют, бедные беднеют, ничего не происходит в лучшую сторону, соответственно, нужно что-то менять у них в самой стране и не отвлекаться от этого. Поэтому мы видим, что постоянно они вмешиваются в процессы различных государств, постоянно придвигаются к границам Российской Федерации, и когда Владимир Владимирович Путин выступал перед представителем международного сообщества на Валдае, он четко сказал, что Россия не хочет войны. Он аргументировал это и дал понять, что это незачем, и на сравнении дал понять, сколько людей проживает в странах НАТО, сколько в России, сколько территорий имеет страны НАТО и сколько Россия. То есть, действительно, мы видим, что нам надо заниматься своей страной. Но президент сказал, что во главе угла суверенитет, и если нам надо будет его защищать, то, конечно, мы будем его защищать, и мы поддерживаем его. И дай Бог, что в следующую нашу встречу мы говорили, что они не придвигаются, а придвигались в прошлом времени. Мы забываем о кофе. Все-таки передача-то у нас с кофе. Теперь вот такой вот вопрос. Америка, ну мы привыкли вот к имиджу Америки, она выступала всегда на мировой сцене со стороны, ну с позиции силы. Как вы думаете, изменится ли это в какую-то сторону, в сторону негатива или позитива? Ну, со стороны силы, опять же, мы видим именно политику России. Политика России, она все-таки основана на морали. Политика Америки, она все-таки основана на интересах. Россия, дружелюбная страна, готова к сотрудничеству и взаимопониманию интересов других стран. И постоянно это демонстрирует. Да, и постоянно это демонстрирует. Соответственно, Америка тоже демонстрировала и показывала, что она именно хочет дружить. Но сам факт то, что она потом требует и взымает долги политической лояльностью тех стран именно в отношении себя. Но Россия никогда не требует чего-то обратного, а делает все безвозмездно для того, чтобы существовал мир на земле. И это мы видели еще с самого начала президентства Владимира Владимировича Путина, который выступал в Мюнхене и говорил о многополярном мире. О том, что требуется уже пересмотреть концепцию однополярного мира в геополитике. На сегодняшний день мы видим то, что на протяжении истории Россия именно при любой власти демонстрирует последовательность соблюдения принципов равноправия и самоопределения народов и наций. И, соответственно, делала всегда все то, чтобы в любое время был многополярный мир. — Теперь вот такой вопрос. За последние недели нашу республику посетила масса гостей из Евросоюза. И они приезжали, я не скажу, что с проверкой. Но им просто, наверное, было интересно посмотреть, как так. Вот вроде муссируются слухи, что в Крыму там везде военное положение, там все такое. Страшно жить и прочее, прочее. Вы встречались с приезжими гостями и какие они увезли с собой впечатления? — Да, действительно, очень много было таких приездов со стороны зарубежных гостей. Это были и французы, это были итальянцы, это были и греки, были и японцы. Хочется отметить, что все эти встречи проходили на удивление в такой радостной, доброй обстановке. И мы видим их отношения. Они ходят по городу, их встречают люди, они с ними беседуют. Мне кажется, даже им ничего не надо было говорить. Все вокруг их говорило само за себя, да, о этой доброжелательности, миролюбивости. В прошлом году Черноморская ассоциация международного сотрудничества провела интересную конференцию под таким необычным названием «Многонациональный Крым в международном современном контексте». Казалось бы, действуют санкции, а мы проводим такую конференцию о международном сотрудничестве. Действительно, на конференцию приехало очень много зарубежных гостей. Приехали гости из Израиля, из Болгарии, из Югославии, из Иордании, из Японии и из Италии. Очень было хорошо представлена Италия. Представлял ее заместитель, председатель партии Лига Севера, Жан Матео Феррари. Такой молодой парень, очень интересный, очень вдумчивый и говорил правильные вещи в отношении того, как вообще народ думает о том, что Евросоюз и Запад санкциями пытаются решить какие-то политические процессы. То есть мы знаем, что политическое влияние на экономику вредна для всех. И прежде всего мы считаем, что это чувствуют именно западные страны. Сами же они. Да. И, как мы с вами говорили вот до этого, действительно, как повлияли вот эти все приезды французов, итальянцев, японцев и других. Именно то лжеоповещение, которое идет в их странах о том, что на карте показывают именно уровень безопасности в нашем регионе, в Крыму, красным цветом. Сюда опасно ехать, сюда небезопасное здесь пробывание. В Крыму, приехав в Италию, одним из первых, не одним из первых, а первые, те, кто заявили об упрощении санкций против Крыма, это была партия Лига Севера. И мы знаем, что последовательно... Те самые, которые были здесь, выкатились. Да, которые были здесь. Все нормально, да. Да, видите, какие, как бы, именно действительно, побольше таких встреч, побольше будет таких решений, которые будут упрощать санкции. А за ними подтянулись и остальные? А остальные, соответственно, мы знаем и Венета, Ломбардия и другие там регионы Италии. И так же самое французы. Вы видите, что творится. Французы приезжают уже второй раз, встречаются с руководством Крыма, встречаются с народом, с гражданами Крыма. И по приезду, я видел телевизионные каналы, как французы там, именно в парламенте, говорят о том, что здесь происходит в Крыму. И это не соответствует тому, что именно рассказывают народу Франции или народу Европы. Понятно. Как вы думаете, вот то, что они посетили Крым, да, вот делегаты Евросоюза, побывали здесь, повстречались с политиками, с гражданами, с простыми людьми, и там уже у себя рассказали. Как вы думаете, возымеет ли это действие на руководителей Евросоюза? И как быстро возымеет действие? Ну, я думаю, что быстро или не быстро, это, наверное, даже не столько их мнение, почему это их мнение, наверное, будет, скорее всего, в подтверждение тому, что экономически и политически происходит именно в странах Евросоюза и в странах Запада. Мы, со своей стороны, можем наблюдать такую тенденцию, что 70-летний эксперимент, который произошел в Европе, подразумевающий гарантия мира через взаимозависимую экономику, через общую систему безопасности, через поликультурный мир, он провалился. Этому не могут дать объяснения ни экономисты, ни политологи. Этому, наверное, все-таки можем дать мы, россияне, ответ, то, что они ушли от именно веры, от православных, мусульманских, каких бы ни было ценностей, которые, скажем, должны все-таки руководствоваться люди. Если у них на один уровень, знаем, ставят многодетную семью и однополые браки, веру в Бога и веру в дьявола. Ну, о чем мы можем говорить? О каких, скажем, благах своего народа? Для нас это просто дико звучит. Да, для нас это просто неприемлемо, можно так сказать. Соответственно, это все разрушает изнутри общества. А в Российской Федерации мы видим, что все-таки и воссоединение Крыма дало такой патриотический всплеск по всей России, да, который, соответственно, мы интегрируем в конкретные дела. Что такое патриотизм? Патриотизм, это патриотами не рождаются, патриотами становятся. Это никакая... Это воспитывается в людях. Постоянная величина. Это величина, которая познается в действии, по поступкам. И то, что сегодня происходит в России в условиях санкции и импортозамещения. И мы знаем, сельское хозяйство поднялось на высокий уровень по пшеницам. И Россия вышла на первое место по сбору зерновых. И это говорит о чем? Что патриоты – это те люди, которые много работают. Работают над собой, работают над своими учреждениями, над своими обществами. Они раскрывают свой потенциал. Раскрывают потенциал своего окружения, окружающих людей. Это для того, чтобы, соответственно, может быть, даже опережать немножко время. Это мы знаем, это очень сложно. Это может быть иногда непопулярно – изменять себя, изменять других. Но эти качества, которые именно будут определять будущее. Поэтому мы все должны работать над собой и готовить себя к изменениям. И если будет больше таких людей, которые будут работать, будут думать, пропускать все через мозги, соответственно, и государство, наша Россия, имеет большие шансы быть в лидерах. Ответ принят. Теперь, вот помимо того, что вы депутат Госсовета нашей республики, вы еще председатель национально-культурной автономии греков Крыма Таврида. Совершенно верно. Что делается в этом плане вами? Я знаю, что там много проблем и по языку, и по учебникам, и по школам, по, скажем, внешкольным каким-то занятиям. Что делается в этом плане? Ну, в первую очередь, хочу сказать, что, конечно же, работа очень сложная. Общественная работа и еще и национально-культурная автономия – это такое образование, которое должно выстраивать оптимальные взаимоотношения с властью для того, чтобы определять позитивную, этнополитическую, этносоциальную ситуацию. Работы очень много, потому что, скажем, греки, они в своем большом составе, которым представлены они в республике Крым, они живут по полуострову дисперсно в различных городах Крыма. Разбросаны. Да, разбросаны. И поэтому вот это взаимодействие, оно усложняется. Но у нас есть очень хорошие председатели, которые на местах возглавляют местные национальные культуры, общественные организации, очень ответственные люди, переживающие за дело. И поэтому они проводят работу на местах, и взаимодействуя с ними, мы проводим общие мероприятия. Мероприятия – это действительно история, традиция, культура. И мы понимаем, что ничего не может быть основательнее, чем история и традиции, но мы знаем, что это было и никуда не денется. И ничего не может быть вдохновляющее и вселяющее надежду, как культура. Культура – это будущее. Поэтому греки являются носителями исторической культуры, можно сказать, духовный народ, православный народ. Религиозный, да. Да, патриоты. В греках именно совмещена любовь к своим историческим родинам – Греции и России. И в этом году грекам повезло. В чем этот год, 2016-е, это перекрестный год культурного обмена между Россией и Грецией. И Крым тоже отличился. Он провел очень серьезные мероприятия. В этом году провели первый всероссийский молодежный греческий фестиваль «Крымский маяк» под таким названием. Он прошел на набережной в городе Ялты. Именно прошла дискуссия между молодежью и органами власти, где молодежь задавала вопросы, получала на них необходимые ответы. Прошла концертная программа. Приехали сотни человек, молодых греков со всей России. Приехало десятки общественных организаций. Соответственно, все мы там встретились, взаимообогащались, смотрели друг на друга, радовались этому событию. Но это событие не закончилось именно рамками концерта и дискуссии. И не только в Крыму, да. Да, мы приехали также и посетили храм евангелиста-святителя Луки, который находится в деревне Лаки, которая была во время войны сожжена фашистами. Высадили там деревья, такую так называемую аллею памяти. И все мероприятия фестиваля закончились именно прохождением по улицам Симферополя 9 мая в составе бессмертного полка, где греки наравне с другими национальностями, которые проживают в Крыму, держали портреты своих отцов и дедов. Это такое яркое мероприятие прошло, запоминающееся. Я считаю, что само событие бессмертный полка, оно по всей России, это что-то необычное такое, именно великая любовь к нашим предкам. И хочу сказать, что также очень такое яркое событие было в Севастополе в этом году. Установка памятнику греческому религиону, именно состоялась историческая справедливость. Долгое время этот памятник не был установлен, хотя сам проект памятника подготовлен Николаем Морганом, сыном Василием Егоровичем Морганом, такими знаменитыми архитекторами России. Еще при царе. Да, при царе. И инициатором этого был воевавший в составе греческого легиона Аристит Хрисавери, который просил императора, он общался с императором. Кстати, Аристит Хрисавери закончил Одесскую гимназию, потом воевал в Греции при освобождении Греции. Воевал также в Греческом легионе при освобождении Севастополя. И император Александр II подписал памятник греческому легиону Николая I, именно подписал проект, но по каким-то причинам он не устанавливался. Были, наверное, такие субъективные, объективные причины. Но в этом году фонд Ивана Игнатьевича Савидии, военно-историческое общество, Министерство культуры, общественные организации греков России постарались. И этот памятник сегодня стоит, и глядя на него, соответственно, такое впечатление, что он был там всегда. Врос, можно сказать, корнями. Памятник, этот проект был переведен из аршинов, все современные именно единицы изменения, метры-сантиметры, и восстановлен в точности копии, которая была подписана императором. Я еще раз повторяюсь, почему это такое... К нему у представителей худсовета города Севастополя претензий не было. Я говорю, действительно, какие могут быть претензии, если это уже подписал сам император. Ну, греки работают и в области образования, культуры, бизнеса. В Республике Крым созданы все правовые основы для реализации этнических прав. Благодаря главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову мы хорошо взаимодействуем и с Государственным комитетом по межнациональным отношениям, Зоу Руслановичу Смирнову, с его коллективом, с коллективом Дома дружбы народов, который действительно помогает нам в проведении этих мероприятий. Помогает в чем мы бы не обратились, они всегда протягивают руку помощи. И даже совместные праздники проходят. Совместные праздники проходят. Праздники проходят, мы знаем праздники крымских татар, караимов, армян, болгар, российских немцев. Ну, соответственно, свои праздники, ходим друг к другу в гости. Такой яркий праздник, мы знаем, как начинается в первую пятницу мая. Майя – это Хедерлес, который мы празднуем и приезжаем туда представители различных национальностей, потом Святая Троица, потом Панавир Константина и Елены, затем Вардавар армянский, мы ездим в церковь Сурбхач, которая находится в Старом Крыму. Потом начинаются дни армянской культуры, дни немецкой культуры. Ну, целый год у нас как один праздник. И поэтому мы знаем культуру различных народов, а в принципе и понимая о том, что главная задача российского общества – это укрепление гражданского единства, а это невозможно без обмена культурными традициями, без пропаганды мирного существования в рамках одного сильного государства, а это все именно является критериями того, что мы должны жить в единстве и быть сплоченными. Можно смело сказать, что международное общение в Крыму протекает нормально. Да, не то, что нормально, а конфессиональное, межнациональное единство и равноправие – это естественное состояние у нас на полуострове. И, наверное, в России так, да. А вот что касается языка, вот сейчас очень многие, так сказать, прониклись, ну, хотят знать свой родной язык. Да, совершенно верно. Преподается ли где-то у нас в Крыму, да? Есть ли учебники, есть ли преподаватели? Что делается на этом фронте? Хочу сказать, что вот это не сейчас хотят знать свой язык, а на протяжении долгого времени постоянно хотят люди знать свой язык. И это правильно, потому что с языком передается все, да, история, традиция, культура, ментальность даже отчасти. Сознание формируется. Да, сознание формируется. Совершенно верно. И мы не столкнулись с этой проблемой сейчас. Она присутствует всегда, и она не так просто решаема, скажем так. Факультативы или какие-то другие формы обучения – это не решение проблемы. Конечно же, язык должен изучаться как второй язык в школах, как мы изучаем английский, немецкий. И в связи с этими санкциями понимаем, что, наверное, нам надо больше изучать китайский и язык именно своего народа. Ну, к сожалению, нету ни методического материала, нету наглядной какой-то такой продукции, да, для школ, нету учебников. И вообще преподавателей, начнем с того, что нормальных преподавателей тоже не хватает. Их надо учить, их надо растить. И, соответственно, эта проблема решается, но решается очень медленно. У нас Федеральная национальная культурная автономия, именно председатель Геленджикского общества, он пошел по пути того, чтобы действительно продавить эту тему и как-то продвинуть ее в каком-то направлении. И они создали на базе Краснодарского университета сыном Рытовой, которая ранее создавала именно учебник по изучению греческого языка еще в советское время. Он помог его подкорректировать и адаптировать именно для современного изучения с сегодняшнего дня. И проект программы изучения греческого языка пятых-девятых классов направлен был в Министерство образования Краснодарского края, где они получили первое положительное заключение методического дела. Соответственно, они нам передали такую же программу. Мы от своего национальной культурной автономии Грека в Республике Крым передали эту программу на изучение и согласование в Министерство образования Республики Крым. Она сейчас проходит этапы изучения и согласования. Как будет дальше, трудно сказать, но мы, конечно, будем стремиться реализовать этот проект. Сегодня, можно сказать о таких позитивных моментах, греческий язык изучается именно в школах, а это третья старокрымская школа, где более ста учеников изучают греческий язык. Существуют классы греческого языка. Мы пошили им там костюмы греческие для того, чтобы они могли танцевать, петь, показывать какие-то сценки именно в этих национальных одеждах. Также греческий язык изучается в Крымском федеральном университете на кафедре греческого языка, где изучаются иностранные языки. Там учатся не только представители греческого общества, учатся кто пожелает. Люди разных национальностей. Разных национальностей, да. Поэтому это радует, но не радует то, что именно они должны уже приходить на уровень университета с какими-то первичными знаниями. Соответственно, то, чем мы занимаемся. С какой-то базовой основой, да. Занимаемся именно, вот, скажем, этот проект, начать с изучения со школ, да, вот это будет важным. Это было прекрасно. Ну что же, вот наше время уже подходит к концу. Мне остается только поблагодарить вас за ваш интересный рассказ, пожелать вам удачи в вашей работе, здоровья и сказать нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях был председатель региональной национально-культурной автономии греков Крыма Таврида и депутат Государственного Совета нашей Республики Иван Арестович Шонус. Большое вам спасибо, удачи в вашей работе, ждем вас в гости. И вам тоже большое спасибо, мира, удачи, добра, всего самого наилучшего и приглашайте пить кофе. Есть, спасибо. До свидания, до новых встреч.